Приветствую вас, и давайте для начала определимся, что есть рабская психология. Это психология, которая делает людей несвободными, то есть, которая не защищает интересы человека, которая защищает интересы определенного класса в ущерб другому классу. Соответственно, нужно понять, в каком моменте, на каком этапе отношения, допустим, отношения ваши, вступают в конфликт с отношениями других людей. И понять, как вы можете сделать так, чтобы ваши интересы были защищены и соблюдались, и интересы других людей вы не пересекали. Дело в том, что хозяином своей жизни может стать тот, кто четко понимает свои цели, четко понимает свои задачи, четко понимает, кто он и куда идет, четко понимает, чем он хочет заниматься и кем он хочет быть. Тогда как рабская психология диктует подчинение, стадное поведение, то есть, все то, что выгодно обществу. Но надо понимать, что общество преследует свои цели, свои интересы, которые оно пытается защитить, руководствуясь инстинктом самосохранения, конечно же. И в этом, в факте, самом по себе, плохого нет ничего. Но плохо то, что это иногда работает в ущерб простым обычным людям. И чтобы этого не было, нужно уметь защищать свои интересы, отстаивать их и уметь действовать в рамках их. Именно так происходит избавление от подчиненного. Значит, в вашей жизни вы делаете что-то, что вам не нравится. Что-то, чего хотят другие, но не вы. И вот необходимо, как бы сказать, взвесить процент того, что вы делаете, например, для себя, то, что хотите вы. И в зависимости от того, что вы делаете за кого-то, тот, но хочет другой человек. Или другие люди, или кто-то еще. И понять, почему вы делаете что-то в чужих интересах, и что вы за это получаете. Если вы действуете в чужих интересах просто так, то нужно от такого действия и от такого поведения по возможности отказаться. Если вы действуете в интересах других за вознаграждение, соответственно, необходимо определить, а соответствует вознаграждение тому, что вы делаете или нет. И если нет, то тогда очень важно, чтобы оно, это самое вознаграждение, все-таки соответствовало тому, что вы делаете. И если кто-то вас о чем-то просит, к чему-то понуждает и так далее, то очень важно, чтобы вы четко понимали, зачем этот человек это делает, для чего он это делает и что вы от этого получите. Ведь по сути дел, вы можете получить от человека благодарность один раз, за однократную помощь. Но если вы видите, что кто-то вами пользуется постоянно, то это значит, что вас используют и от такого поведения следует избавляться. Вот примерно в таком ключе вам стоит двигаться. Примерно в этих направлениях вам нужно работать, чтобы избавляться постепенно от рабской психологии. И тогда у вас все будет хорошо. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...